Бедная Лиза. Краткое содержание повести. В окрестностях Москвы, недалеко от Симонова монастыря, жила некогда юная девушка Лиза со своей старушкой-матерью. После смерти Лизиного отца, довольно зажиточного поселянина, жена и дочь обеднили. Вдова день от дня становилась слабее и не могла работать. Одна Лиза, не щадя своей нежной молодости и редкой красоты, трудилась день и ночь, ткала холсты, вязала чулки, весной собирала цветы, а летом ягоды и продавала их в Москве. Однажды весной, спустя два года после смерти отца, Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек встретился ей на улице. Узнав, что она продает цветы, он предложил ей рубль вместо пяти копеек, сказав, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Но Лиза отказалась от предложенной суммы. Он не стал настаивать, однако сказал, что впредь всегда будет покупать у нее цветы и хотел бы, чтобы она рвала их только для него. Придя домой, Лиза все рассказала матушке, а на другой день нарвала самых лучших ландышей и снова пришла в город, но молодого человека на этот раз не встретила. Бросив цветы в реку, она с грустью в душе вернулась домой. На следующий день вечером незнакомец сам пришел к ее дому. Едва завидев его, Лиза кинулась к матушке и с волнением сообщила, кто к ним идет. Старушка встретила гостя, и он показался ей очень любезным и приятным человеком. Эраст, так звали молодого человека, подтвердил, что собирается и в будущем покупать цветы у Лизы, и ей не обязательно ходить в город, он сам может зай жить к ним. Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым от природы сердцем, но слабый и ветреный. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, а не находя, скучал и жаловался на судьбу. Непорочная красота Лизы при первой встрече потрясла его, ему казалось, что в нее нашел именно то, что давно искал. Так было положено начало их долгим свиданием. Каждый вечер они виделись или на берегу реки, или в березовой роще, или под тенью столетних дубов. Они обнимались, но объятия их были чистые и невинны. Так прошло несколько недель, казалось, ничто не могло помешать их счастью. Но однажды вечером Лиза пришла на свидание печальное. Оказалось, что за нее сватается жених, сын богатого крестьянина, и матушка хочет, чтобы она за него вышла. Эраст, утешая Лизу, говорил, что по смерти матери он возьмет ее к себе и будет жить с ней неразлучно. Но Лиза напомнила юноше, что он никогда не сможет быть ее мужем, она крестьянка, а он дворянского рода. «Ты обижаешь меня», — говорил Эраст, — «для твоего друга важнее всего твоя душа, чувствительная, невинная душа, ты будешь всегда ближайшая к моему сердцу». Лиза бросилась в его объятия и в сей час надлежала погибнуть непорочности. Заблуждение прошло в одну минуту, уступив место удивлению и страху. Лиза плакала, прощаясь с Эрастом. Свидания их продолжались, но как все переменилось. Лиза не была уже для Эраста ангелом непорочности, платоническая любовь уступила место чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для него не новые. Лиза заметила в нем перемену, и это ее печалило. Однажды во время свидания Эраст сообщил Лизе, что его призывают на службу в армию, им придется ненадолго расстаться, однако он обещает ее любить и надеяться по возвращении никогда с нею не расставаться. Нетрудно вообразить себе, как тяжело переживала Лиза разлуку с любимым. Однако надежда не покидала ее, и каждое утро она просыпалась с мыслью обырасти и об их счастье по его возвращении. Так прошло около двух месяцев. Однажды Лиза пошла в Москву и на одной из больших улиц увидела Эраста, проезжающего мимо в великолепной карете, которая остановилась около огромного дома. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо, как вдруг почувствовал себя в Лизинах объятиях. Он побледнел потом, не говоря ни слова, провел ее в кабинет и запер дверь. Обстоятельства переменились, объявил он девушке, он помолвлен. Прежде чем Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге, чтобы тот проводил ее со двора. Очутившись на улице, Лиза пошла, куда глаза глядят, не в силах поверить услышанному. Она вышла из города и долго брела, пока вдруг не очутилась на берегу глубокого пруда под сенью древних дубов, которые за несколько недель перед этим были безмолвными свидетелями ее восторгов. Это воспоминание потрясло Лизу, но через несколько минут она погрузилась в глубокую задумчивость. Увидев соседскую девочку, идущую по дороге, она кликнула ее, вынула из кармана все деньги и отдала той, попросив передать матушке, поцеловать ее и попросить простить бедную дочь. Тут она бросилась в воду и спасти ее уже не смогли. Лизина мать, узнав о страшной смерти дочери, не выдержала удара и скончалась на месте. Эраст был до конца жизни несчастлив. Он не обманул Лизу, когда сказал ей, что едет в армию, но вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл все состояния. Жениться ему пришлось на пожилой богатой вдове, которая была в него давно влюблена. Узнав о Лизиной судьбе, он не мог утешиться и почитал себя убийцей. Теперь, может быть, они уже примирились. Расскажите.